Приветствую всех на канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю рецепт очень вкусного и простого тортика. Он подойдет как к обычному чаепитию, так и к праздничному столу. Готовится он совсем несложно, а получается очень необычным. Шоколадный пудинг с кусочками сочных груш отлично сочетается с мягким бисквитом, а сверху десерт покрыт нежнейшим облаком взбитой сметаны. Обязательно попробуйте, а список ингредиентов открывайте под описанием к видео. К яйцам желательно комнатной температуры добавляю соль, ванильный сахар, сахар и взбиваю до получения светлой пышной массы, как на бисквит. Сначала на малых оборотах, а потом увеличиваю. Далее тонкой струйкой вливаю растопленное и затем остывшее сливочное масло и размешиваю на средних оборотах миксера. После этого в несколько этапов просеиваю муку вместе с разрыхлителем, каждый раз аккуратно размешивая лопаткой. Желательно движениями снизу вверх. Дно формы смазываю маслом и выкладываю тесто. Распределяю. Размеры моей формы 20 на 28 сантиметров. Выпекаю в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Пока выпекается корж, готовлю начинку. Для этого чищу груши, отрезаю края, убираю серединки и режу не очень мелкими кубиками. Кладу груши в небольшую кастрюлю, добавляю сахар, коньяк или ликер, по желанию и сок лимона и половину нормы воды. Отправляю кастрюлю на умеренный огонь и дождусь закипания груш. Тем временем беру порошок какао и крахмал и понемногу добавляю воду, размешиваю, чтобы не было комочков. Грушам дала покипеть примерно минуту и выливаю сюда шоколадную смесь, непрерывно помешивая. Пудинг сразу же загустеет, но тем не менее, поварю его еще минут 20-30. Выкладываю крем прямо в горячем виде на бисквит, равномерно распределю, дам немного остыть при комнатной температуре, а затем уберу в холодильник минут на 20-30. Тем временем сделаю сметанный крем. Сметану нужно брать с большим процентом жирности, у меня 26. Взбиваю сначала на средних оборотах, затем скорость увеличиваю и в несколько этапов, не прекращая взбивать, добавляю сахарную пудру. После этого также постепенно добавляю загуститель для сметаны. Подойдет и загуститель для сливок. О норме и о способе применения читайте инструкцию на упаковке. Отмечу, что я беру загуститель, рассчитанный на 500 мл сметаны, и хоть у меня 400, я использую целую пачку. Тем временем пудинг у меня остыл и уплотнился. Выкладываю сверху взбитую сметану, равномерно распределяю. По желанию можно сделать ровную поверхность, а можно специально сделать неровности, как я в данном случае. Если хотите, оставьте тортик в таком виде, но я сверху еще посыпаю обильным слоем какао-порошка, как тирамису. И затем еще на 1-2 часа убираю в холодильник. Готовый тортик разрезаю на кусочки. Посмотрите, какая получается красота! Торт просто нежнейший! Кстати, если вы хотите более влажный бисквит, равномерно полейте его половиной стакана теплого молока. В этом десерте очень гармонично сочетаются кусочки ароматной груши с шоколадным пудингом. Вместо порошка какао для более насыщенного вкуса можно взять целую плитку горького шоколада. А вместо груш, возможно, подойдут вишни или какие-нибудь другие ягоды или фрукты, персик, например. Но мне кажется, все-таки с грушей получается интереснее. Ну и разумеется, что сметану можно заменить взбитыми сливками. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, хотите ли вы испечь такой тортик. Смотрите на канале и другие рецепты не менее вкусной и интересной выпечки с грушами и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok